Какие налоги и штрафы ожидают самозанятых россиян, которые будут участвовать в налоговом эксперименте, мы обсудим в программе главной новости прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Булат Вадутович, здравствуйте. Прежде чем начнем обсуждать все детали и нюансы, хотелось бы понимать, кто все-таки попадает в категорию самозанятых, чтобы те, кто сейчас смотрел нашу программу, понимали, что с 1 января ситуация меняется. Честно говоря, мне бы тоже хотелось понимать, кто у нас считается самозанятым, потому что насколько я владею ситуацией, может я ошибаюсь, юридического определения, кто такие самозанятые, у нас нет. Чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей? Непонятно. Чем они отличаются от владельцев личных подсобных хозяйств, по которым есть отдельный закон? Тоже непонятно. Есть понятие предприниматель, кто такой тот, кто занимается регулярной деятельностью по извлечению дохода. Да, я вас здесь дополню. Есть указание, что данный предприниматель не имеет наемных сотрудников и его как раз оборот не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Это предприниматель уже попадает в эту категорию? Или человек, который оказывает данную деятельность, но еще не легализован? Да, может быть, но как быть тогда с теми, кто уже зарегистрирован как предприниматель и тоже не имеет персонала и имеет небольшой оборот? Будут они считаться самозанятыми или нет? Есть у нас для индивидуальных предпринимателей такая возможность уплачивать налог на патентной системе, когда фиксированная сумма платится. Может, не надо огородить огород и просто как-то стимулировать тех, кого мы считаем самозанятыми, просто регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, переходить на патентную систему и не надо, может, плодить лишние сущности. То есть, вот хотелось бы увидеть целостную систему, чего ждет государство от работы с самозанятыми. До нас доходит только информация о налогах, о штрафах, о налоге брать, но эту сферу очень тяжело контролировать в части денежного оборота. Да, чтобы наши телезрители понимали о сумме налогов. Если данный гражданин работает с физлицами, то сумма будет 4% от его выручки, если с юрлицами, то 6% от выручки. Пока план такой. План такой, да, но как проверять эту выручку? Это может получиться так, что нам надо раздувать, придется штат налоговой инспекции, и собранных денег не хватит даже на содержание этого раздутого штата. Может пойти по более простому пути, какой-то патентный или есть единый налог на умененный доход, может какую-то фиксированную сумму платить. То есть вы предлагаете те существующие системы налогообложения, которые уже сейчас работают, просто оптимизировать под данную категорию граждан, а не создавать новый проект? Конечно, есть очень хорошее выражение, не надо плодить лишние сущности. Зачем придумать новое, если есть уже придуманное, отработанное, и ее как-то адаптировать с минимальными затратами? Ну, получается, что в данной категории еще точно не проработано с юридической точки зрения, но уже разработана система штрафов и налогов. Если гражданин не будет зарегистрирован в данном приложении, будет оказывать в любом случае предпринимательскую деятельность, с 1 января его ожидают налоги и штрафы. Как вам такая инициатива? Получается, что мотивации, чтобы люди перешли в категорию самозанятых, пока еще недостаточно, но уже есть тот самый кнут, который заставляет их платить налоги. Ну, вот тоже хороший вопрос. Вообще считается, что менеджмент должен осуществляться методом кнута и пряника. Но есть такое шутливое выражение, что этот метод в России отличается от всего мира тем, что пряник черствий, и им тоже бьют. То есть, действительно, мы пугаем этих людей. Но давайте им что-то предложим взамен, какой-то стимул. Понятно, что государство – это аппарат насилия, аппарат принуждения. Это логично, это понятно, это везде во всем мире так. Но, тем не менее, хоть какие-то плюсы давайте озвучим. Это может быть что-то в части пенсионного обеспечения, что легализовавшись, самозанятый будет иметь право на какие-то пенсионные обеспечения. Понятно, сейчас с этим очень много, тоже горячая тема, там тоже вопросов очень много. Но, тем не менее, хоть что-то. Может, какое-то облегчение в части банковского обслуживания. Сейчас очень распространенная практика, что идут расчеты путем перечисления с карты на карту. По действующему закону использовать карточные счета, открытые на физических лиц, для расчетов по предпринимательской деятельности запрещается. И, когда потом банки такие карты блокируют, люди начинают возмущаться. Как так? Вот почему? Для чего? Мы же там ничего не сделали. Но банки выполняют законы, инструкции, которые у них прописаны. Давайте пропишем какой-то облегченный режим, какие-то спецсчета, чтобы им было удобнее что-то делать. Какой-то инструмент защиты их в арбитражных судах в случае возникновения каких-то проблем. То есть плюсов на переход в данную систему вы пока для себя не видите? Я не вижу. Они не озвучиваются. Может быть, они есть, но они не озвучиваются. Государство путем информационных вбросов рассказывает только о кнуте. Как раз хотелось бы обратиться к нашим телезрителям. Если вы сейчас осуществляете какую-то деятельность на дому, печете тортики, шьете кукол, влетете различные браслетики, и пока не платите за это налоги, планируете ли вы с 1 января переходить в данную систему? Потому что с 1 января это уже обязательно. В данном пилотном проекте участвуют 4 региона. Это Татарстан, Калужская область, Москва и Московская область. Как вы считаете, Татарстан сейчас на данный тапик готов к тому, чтобы участвовать в данном? Много ли у нас, велик ли процент тех, кто перейдет в эту систему? Тех, кто занимается вот такой деятельностью неофициальной и сам себя обеспечит, их очень много. И Татарстан, наверное, выбран не зря, потому что здесь есть выборка хорошая. Но какого-то массового перехода на эту систему я не вижу такого желания, потому что, опять-таки, плюсов нет. То есть процент тех, кто перейдет из тени в белую, пока для вас он кажется минимальным. Я думаю, что он будет очень маленький. Мы бы хотели узнать, как считают наши телезрители, наши пользователи ВКонтакте группы Татарстан24. Вопрос на сегодня, должны ли самозанятые платить налоги. Есть следующие варианты. Да, потому что другие платят, и это несправедливо. Нет, потому что заработок и так небольшой, и другое. И пока практически 80% проголосовавших считают, что нет, платить они не должны, заработок небольшой. И таким образом люди, в принципе, просто выживают. Какой-то дополнительный доход в семью. Как бы вы проголосовали, как вы считаете? Я на самом деле проголосовал бы за первый вариант, что если есть доход, с него надо платить налоги. Нравится, не нравится, но нынешняя система государственного устройства во всем мире построена на налогах. С любого актива, с любого имущества, с любого дохода налоги должны платиться. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Как платить? Сколько платить? За что? Вот это должно быть все прописано. Должно быть удобно. Что-то взамен должно получаться. У нас как раз есть комментарий к данному голосованию. Аккаунт с именем Алмаз Гатаоли написал. Должны платить обязательно. Медицинская помощь какая-никакая бесплатна. Оказывается, пенсию по старости платить будут. Получается, из таких, имеется в виду, самозанятых мы платим. И они часть ответственности несут за поднятием пенсионного возраста. Вот. Соответственно, вот аргумент. Полностью согласен. Да, мы можем быть недовольны качеством тех услуг, которые государство нам оказывает. Но, тем не менее, полиция есть. Какой-никакой порядок, она более-менее поддерживает на улицах. Дорожное освещение, защита границ и много-много. То же самое, скорая медицинская помощь. Это все финансируется из налогов. И пользуются те, кто не платит налоги, они тоже пользуются. Они должны платить с этого. Тема вызвала бурное обсуждение. Понятно, что тема денег всегда горячая. Есть разные комментарии. Мы сейчас покажем нашим телезрителям. Но один из них, к примеру, тоже любопытный. А почему бомжи не платят налог на прибыль с продажей банок и прочего лома? Ведь, по сути, это тоже предпринимательская деятельность. Да, к примеру. Ну, тут тоже про лому не скажу. Вот по сдаче макулатуры, например, в налоговом кодексе прописано, что доходы от сдачи вторичного сырья в виде макулатуры освобождаются от налога на доходы физических лиц. Поэтому те бомжи, которые сдают макулатуру и получают с этого деньги, они абсолютно законно не платят с этого дохода. Причем логика, насколько я понимаю, та же самая. Суммы маленькие администрировать тяжело, и просто государство отказалось от этого. Да, и есть, к примеру, как раз предложение от Ромы Дитриха. Не надо митингов и прочего. Если введут данный закон, пусть все люди, имеющие юридическое образование, объединятся, помогают тем, кого решило доить таким образом государство. Вот насколько действительно людям, которые пока сами не понимают, как действовать, как платить налоги, смогут ли они разобраться в данной системе? Хороший вопрос, смогут, не смогут. Хотелось бы, чтобы было понятно. Потому что действительно многие из них, скорее всего, не обладают экономическим или юридическим образованием. А платить за консультантов это достаточно дорого. Поэтому хотелось бы, чтобы система была понятной. А вот комментарий Ромы тоже хотелось бы поддержать. Часто, ну тоже возникают подобные дискуссии, часто слышу такой аргумент, как так вот мы платим налоги, а государство ничего не делает. Но давайте у нас есть очень много инструментов воздействия на государство, которые нам позволяют требовать получения услуг. Допустим, появилась яма на дороге, есть народный контролер мобильной приложения. Сфотографируйте, отправились. Оно работает. Да, может не так эффективно, но оно работает. Считаете, что какая-то государственная услуга вам оказана была неправильно. Есть вышестоящие органы, есть судебные органы. Давайте требовать от государства то, что они нам должны предоставить по закону в рамках существующих юридических систем. И здесь очень интересная зависимость. Я, которую вижу, да, что вот ведение этого закона и каких-то сборов самозанятых, оно может послужить толчком для формирования гражданского общества. Если человек получает доходы, налоги не платит, то он ничего не ждет в ответ государства. Что-то сделало и ладно. А когда начинает платить, то возникает ощущение, я же плачу, почему ответных движений от государства я не вижу. И вот, да, понятно, не все, но какая-то часть может занять более активную позицию и требовать от государства предоставления качественных именно государственных услуг. Как вы считаете, насколько государство сможет пополнить казну за счет данных налогов с категорией самозанятых? Насколько действительно это сейчас актуально? Ну, это актуально, потому что... То есть рынок стерва оценивается как большой достаточно? Он достаточно большой. Я не могу количественно оценить, потому что это надо исследования проводить, открытых данных нету, но он достаточно большой. Но, как я уже сказал, администрировать эти налоги будет очень тяжело. И может даже получиться так, что деньги, которые будут собраны, полностью уйдут на администрирование. Поэтому какого-то поступления в бюджет значительного я не вижу. И здесь, на мой взгляд, на первое место должны выходить не чисто налоговые вопросы. Надо людям легализовывать статус, чтобы они понимали свое место. На самом деле вопросов очень много. С теми же самыми самозанятыми возьмем защиту прав потребителей. Кто-то испек тортик, продал кому-то, покупатель отравился. Как защищать свои интересы? Если он отравился тортиком в купленном магазине или в кафе, понятно, есть чек, есть Роспотребнадзор и есть судебные органы. Можно делать. Если сейчас защитить в этом случае свои интересы практически невозможно. Роспотребнадзор не имеет права прийти домой к такому самозанятому и проверить, в каких санитарных условиях готовится. Но ли вы должны доказать, что вы купили именно этот тортик, именно у данного гражданина? Это невозможно. Раз, если в случае нарушения каких-то санитарных данных, там могут быть санитарных каких-то условий, там вплоть до эпидемии сомненеллеза можно найти. Это очень серьезно. И даже с точки зрения экономии государственных будущих потенциальных расходов на борьбу с эпидемиями, надо людей легализовывать. Надо, чтобы они были не тяжелые для них условия, но их надо ставить под контроль хотя бы с точки зрения защиты здоровья потребителей. Государство выделяет для себя пять основных направлений, как оно планирует увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике в целом в стране. И вот некоторые из них хотелось бы с вами обсудить. О доступном входе в бизнес, который должен быть предсказуемым и прозрачным. Именно так эта цитата из речи чиновников. Насколько сейчас действительно сложно начать свой бизнес? Если мы под началом бизнеса поднимаем регистрацию юридического лица либо регистрацию в виде индивидуальных предпринимателей, это делается очень легко в течение недели. И там минимальный комплект документов, хотя тоже есть проблема. Примерно полтора года идет война налоговых инспекций с так называемыми юридическими адресами недостоверными, с резиновыми офисами. На мой взгляд, вообще не та проблема, с которой надо так сильно воевать. То есть здесь вы проблем особых не видите? Да, это не такая большая проблема. Доступ к льготному кредитованию часто мы обсуждаем в рамках нашей программы. Понятно, что здесь вопросов много. Но вот любопытно, что система госзакупок должна измениться, и доля малого и среднего бизнеса должна расшириться до 5 триллионов рублей к 2024 году. Насколько это возможно? Насколько сейчас, к примеру, малому и среднему бизнесу сложно участвовать в госзакупках? Тема интересная, и я уже и раньше высказывал эту мысль, что сейчас, по большому счету, малому бизнесу можно расти только за счет рынка госзакупок. Доступ на него не такой сложный, как кажется. Процедуры достаточно прозрачные. Есть платные, есть бесплатные сервисы по мониторингу госзакупок. Есть, если у вас нету своих в штате персонала, который может помочь с заполнением заявок, обратитесь, очень много организаций, кто оказывает такую помощь. Знаю, есть примеры живые, когда малый бизнес безо всякого административного ресурса, безо всяких коррупционных составляющих выигрывает госзакупки. Эта система работает, это не очень хорошо, может, с точки зрения экономики, что у нас доля государства растет и увеличивается, но с точки зрения конкретного субъекта малого бизнеса, это один из немногих путей, куда сейчас можно развиваться. Рынки сейчас в очень тяжелом положении, рынок госзакупок растет, надо туда входить. Понимая этот налоговый эксперимент с самозанятыми этими налогами и штрафами, которые сейчас предлагаются, не попытка ли это вновь, что называется, кошмарить малый бизнес? Потому что как раз тренд последних нескольких лет, мы говорим часто о том, что нет, отстаньте от малого бизнеса, пусть он спокойно работает, не будем их проверять, вот вам льготные кредиты. Но с другой стороны, государство делает другой шаг. Это опасность есть. И здесь возникает еще опасность коррупционной составляющей, когда начнут участковые, если там попадутся какие-то нечистоплотные, или инспектора Роспотребнадзора будут мониторить социальные сети на предмет объявлений по продаже или оказание каких-то услуг, организовать какие-то контрольные закупки без достаточного документального оформления и требовать какие-то взятки за прекращение дела. Такую опасность я вижу. Чтобы наша программа имела все-таки рекомендательный характер, я бы хотел, чтобы вы сейчас обратились к тем, кто задумался, кто сейчас все это бизнес, но не платит за это налогов, к тому, чтобы с 1 января как им действовать? Стоит ли сейчас уходить в категорию самозанятых или нет? В эту камеру, пожалуйста. Пока сложно сказать про категорию самозанятых. Надо посмотреть, какой будет финальный нормативный документ. Но на самом деле я вижу, если у вас это стабильный вид деятельности, и вы доходы получаете стабильно, то могу порекомендовать зарегистрировать индивидуальное предпринимательство и перейти на патентную систему налогообложения. Там ничего сложного в отчетах. Если у вас нет наемного персонала, там все не страшно, все это решаемо. На этом мы вас благодарим за участие в нашей программе. Спасибо большое, что помогли разобраться в данной теме. И попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова